Дорогие друзья! 119 псалом самый большой самый такой я не знаю как сказать великий псалом потому что на него невероятное количество толкования в нем много секретов мы не уложимся в один урок дай бог чтобы два поэтому 119 псалом этот псалом называется темания апии это 8 ликов 8 по ним по восьмилики или алиф бета тегелим составлен таким образом из 22 букв еврейского алфавита виде такого восьмикратного алфавита на каждую букву 8 стихов итого 176 стихов это самый длинный псалом в книге тегелим он разделен на абзацы каждая строка которая начинается с одной общей буквы этот псалом произносит написано общее для защиты от вреда вот когда есть какой-то ущерб как это чувство сложности это именно так и происходит еще раз повторю 119 псалом составлен порядке еврейского алфавита и в каждом из 176 стихов этого псалма кроме одного упоминается слова тора путь свидетельство заповедь устав закон правосудие слова это ибнессра нашел и стихи этого псалма используют молитве за больного произнося их порядке букв имени матери того чем выздоровление просит например там я чуть позже коснусь подбираются слова имени и читается стихи от аллы вдалам и отключительно читается 25 день месяца а с моим до конца псалма 26 учат нас мудрецы что 119 псалма есть особая сгула для рифуа снимать для выздоровления написали мекабалин древние что когда человек болеет нужно читать 119 по буквам имени больного имени его матери есть есть проблема вообще нужно прочитать 119 псалм и найдя свой психи мод с именем как бы созрельно точно на нем еще хозяйца советует еще один способ исправить некоторые вещи он читал 119 с 12 пасук где написано учи меня законом своим это исправляется очень сильно любые сложности любые проблемы чтобы браха не перешла к другому то есть проще говоря от сглаза 122 пэрок здесь есть 119 псалма поручить зарабатывая его читают псалом с кованой на этот пасук что еще 119 псалом в день суда надо признаться аж ему вообще каждый раз обращаясь к нему что на любые проблемы у тебя скажи ему что это от меня это я виноват своими поступками а затем нужно прочитать тегелин 137 пасук 24 раза и попросить своими словами о милосердии написано что тогда уходят все суды как еще иметь детей 119 связан если очень сильная проверенная сгула благодаря которой родители могут увидеть удовлетворение от своих детей и и рекомендовал великий каббалист хайм молочных альбан счастье с которым быть знакомым и даже дружить имел я это один из шести скрытых был не старим из кружка ремесленников каббалистов чтобы понять уровень хальбана надо привести слова баба сали который перед его уходом великий баба сали когда его спросили на кого ты нас оставляешь рэбэ он сказал в центре страны есть молочник и сначала никто не понял о чем речь стали искать потом нашли цадик хайм молочник и хальбан получил эту сгулу еще раньше от туре мекабалим турции за их что говорится нужно три раза в неделю читать 119 и по определенным дням по вторникам в любое время суток в пятницу до захода солнца и в шаббат субботу после исхода субботы тегелим составляет 22 абзаца по 8 стихов соответственно двадцать двум буквам алфабита нужно написать карандашом рядом с каждой буквой на которой начинается абзаш имя ребенка или внука за кого-то например давид рядом с буквой дал их написать потом и так далее и это дает очень большую силу ребенку и поднимает его духовно ну вот я сегодня закончила завтра мы с вашего решения начнем уже подробно по псалм по псоком браха вы от плоха с очень сильный псалом очень серьезный псалом отнеситесь к нему серьезно